Добрый день! Мы с вами продолжаем, как всегда, с молитвой изучение книги Шмуэля, которая рассказывает о становлении царства. И мы помним с вами предыдущие наши темы, что хана молится о рождении сына. У нее рождается сын, можно сказать, с необычными свойствами. Она приводит его в Мешкан-Шило на воспитание к Или. И там Шмуэль врастает, и вместе святости, вместе Мешкана у него открывается пророческий дар. Пророческий дар сначала слабый, как слабый ручеек, который будет дальше расти и укрепляться, и он превратится в величайшего пророка. Мы с вами говорили о том, что, как сказано, что пророчество в то время было не очень распространено, потому что в народе было идолопоклонство, и шхена, божественное присутствие, в значительной степени отошло от народа. Благодаря Шмуэлю, его праведности, его усилиям и тому, что он создал школы пророков, пророчество вернулось к народу Израиля. Но и не только он создал школы пророчества, он привел народ Израиля к раскаянию. Он призвал отбросить чужих богов, выбросить их, но и не только со своих полей, своих домов, и отбросить все обычаи идолопоклонства, но и выбросить их из сердца. Шмуэль находится в Мешкане. В Мешкане, как мы помним, пересвященник Или и его сыновья Хофни и Пинхас. Сыновьями Хофни и Пинхаса есть определенная проблема. Они хотят установить жесткий порядок в Мешкане, и они очень высокомерно относятся к людям. Это высокомерие, оно как бы деланное, наигранное для того, чтобы заставить уважать когенов, или оно идет у них от души, это уже совершенно не важно. Их поведение отталкивает людей от шило, и они меньше приходят в шило. Мы помним с вами ту проблему, которая назревает, как бы растет постоянно, каждый день она присутствует. Это проблема противостояния с филистимлянами. Филистимляне – народы, которые живут на побережье, в Шфилаке, так называемое. Они тесно связаны с Египтом. Народы моря, пришедшие с островов, по своей культуре близкие, не идентичные, но близкие к греческой культуре, культуре эллинизма. У них свои божества, свои обычаи, они даже выглядят несколько иначе, но их корень происходит с островов, с греческих островов. И просто врастает своя культура. Это мощный народ, который пытается покорить Хетское царство и в конце концов приводит к его разрушению за много лет. Народ, который выходит войной против Египта, терпит поражение, но угрожает Египту серьезными разрушениями. Они становятся слугами фараона, но в каком смысле слугами они охраняют его северные границы. Нужно сказать, что филистимляне, с которыми сталкивается Авраам, это уже другие филистимляне. Мы можем различить три волны. Это период Авраама, период Шамгара в эпоху Судей. И вот сейчас мы видим уже несколько, может быть, даже другой народ, окрепший, сильный. Филистимляне первые научились изготавливать железо, и они держат сыновей Израиля в подчинении. Как мы видели с вами из эпохи Шемшона, сыновей Израиля в какой-то степени устраивает это состояние дел, это положение дел. И Шемшона и выдают, и его противостояние филистимлянам не пробуждает желание подняться вслед за ним и воевать с филистимлянами. Теперь эта проблема, она как бы концентрируется в шило. Понятно, что рано или поздно нужно будет встать против филистимлян, и Или и его сыновья пытаются вдохнуть дух в сыновей Израиля. Как мы можем представить себе, если так можно сказать, не очень умело, но это их идея – вдохнуть дух сыновей Израиля, собрать их вместе и выйти против филистимлян. В то же время в шило растет вот такой пророк Шмуэль. Мы помним его предсказания, первые предсказания Или, когда он предсказывает ему и гибель его сыновей в один день, и то, что все его потомки будут наказаны за то, что в такой решающий, как бы критический момент для истории оттолкнули сыновей Израиля от шило. Шмуэль там в шило, и он постепенно рождается его, зарождается, потом укрепляется его пророческий дар, и он призывается на вею Израиля не то, чтобы не выходить против филистимлян, но сначала отказаться от идолупоклонства, сначала решить духовные проблемы, по крайней мере начать решать их, и только потом выходить против филистимлян. Если мы представляем себе этот момент, то мы можем с вами сделать тогда дальнейшие шаги по тексту. Секунду, да, я сейчас сделаю шер, потому что я начал показывать текст, и я понимаю, что я его показываю только себе. Сейчас ты можешь, наверное. Вот, да, о, спасибо. Так, да, вот, мы видим с вами текст, я как просил на там убираю значки лишние, текст мы видим с вами. И да, все отлично. Спасибо. Да, все видно, спасибо. Да, вот, и мы с вами в четвертой главе. И было слово Шмуэля ко всему Израилю, и вышел Израиль навстречу Плештим на войну, и стал лагерем Эбин-Аэзер, а Плештим стали лагерем в Афике. Да, прежде всего мы представляем себе, что у нас складывается такое впечатление, что Шмуэль призывает выйти на войну. Но нет, Шмуэль как раз не призывает выходить на войну против филистимлян. Так тогда надо было и сказать так, что Шмуэль предупредил, чтобы не выходили против филистимлян. Но здесь Шмуэль не предупредил, чтобы не выходили против филистимлян. Он не пацифист, который призывает не бороться с филистимлянами. Он призывает выйти против филистимлян, раскаившись, убрав идолу поклонства. Он призывает выйти к филистимлян. Но так просто, как бы подняться и всем народом против филистимлян, он считает, что это не приведет к успеху, пока внутренние проблемы духовные в народе не решены. Мы можем посмотреть с вами карту, где это у нас происходит. Так, одну секунду. Сейчас мы сделаем, поднимем с вами карту. Так. Опять же, сделаем ее чуть побольше. И мы можем представить себе то сражение, которое должно произойти. В Афике собираются филистим. Нужно сказать, что их цель – это разрушение Шило, потому что они очень зорко следят, что происходит в Израиле, и они понимают, что Шило становится духовным центром, и что народ собирается там. И в какой-то момент, как они совершенно верно представляют, народ, собравшись на праздник, собравшись все вместе, он выйдет против них войной. И поэтому они выходят первыми, выходят в Афик, и сыновья Израиля выступают для того, чтобы сразиться с ними. То есть мы понимаем, что ситуация такова, что Шмуэль не призывал выйти против филистимлян самим первым выступить. Филистимляне выступают первыми. Народ Израиля выходит им на встречу. Как и сказано, на встречу плещим на войну. То есть филистим первые вышли. Шмуэль, естественно, не призывает не выходить защищать Шило, но он и не призывает выйти на войну, так как мы с вами говорили, что он считает, что духовные проблемы не позволят победить. И выстрелили с филистим против Израиля и распространились на большую территорию сражения. И потерпел Израиль поражение от филистим. И поразили филистим на поле боя около 4 тысяч человек. Мы можем представить себе, что сыновья Израиля не потерпели поражения. Они были вынуждены отступить. Они сохранили свой лагерь. Так как сказано, что филистимляне поразили их только на поле боя. Они не поразили их в лагере. И продолжается противостояние сыновей Израиля филистимлянам. Понятно, что с точки зрения, глядя человеческими глазами, это колоссальный успех, потому что противостоять войску филистимлян, в которой вся их направленность – это военное дело, противостоять такому войску очень трудно. Пришел народ в лагерь, отступил, а не бежал. «И сказали старейшины Израиля, почему поразил нас Бог сегодня перед Плештим? Возьмем к нам из Шилок ковчег союза Бога, и войдет он в среду нашу и спасет нас из рук врагов наших». Мы обращаем с вами внимание, что решают вопрос старейшины. С одной стороны, это правильно. Старейшины, мудрейшие люди народа, управляющие, они задаются вопросом, почему было сегодня поражение, и что сделать, чтобы добиться победы. Но с другой стороны, мы понимаем, что в народе уже есть сильнейший пророк. Мы помним с вами, что Шмуэль уже известен. О нем известно, что его предсказания никогда, как говорится, не падали на землю. То есть все сбывалось, что он говорил. И можно было бы обратиться к пророку. Можно было бы обратиться и к... Можно было бы обратиться и к нагруднику первосвященника, прийти к первосвященнику и просить его, чтобы он надел свои одежды, вышел к ковчегу Союза и задать вопрос, что делать. Но нет. К сожалению, мы видим, что мысль таким образом не работает. Нету непривычки такой, нежелания обращаться к пророку, просить ответа у Всевышнего. Мы видим, что решение старейшим, оно... Нельзя его назвать неправильным. Потому что, когда вы выходили на войну во времена Иоашула, то выносили ковчег завета перед собой. Мы можем вспомнить с вами... Можем с вами вспомнить, что в Ерехо ковчег завета шел перед воинами, которые обходили Ерехо. В город Тай, когда вышли, то говорится, что ковчега завета не было с ними первый раз, и поэтому потерпели поражение. А второй раз был ковчег завета. То есть ковчег завета постоянно, постоянно выносили в сражения, куда выходил весь народ, большая часть народа, или посланники народа. И это было... Это было правильным и нормальным делом. Вот. Поэтому решение, которое принимается, оно вроде бы... Оно вроде бы верное. В чем, забегая вперед, можно сказать, здесь проблема? Проблема в отношении. Проблема в отношении к ковчегу завета. Прошло 369 лет с начала эпохи судей, когда нет изучения Торы, когда нет верных представлений о Всевышнем, когда идолопоклонство распространяется в народе. Все отношение к храму, оно должно быть особым. К мешкану в данном случае. Оно должно быть особым. Оно ни в коем случае не должно быть похоже, не должно быть похоже на отношение идолопоклонников. на отношение идолопоклонников. Что такое для идолопоклонника жертвоприношение? Это дары идолу или взятка идолу? Зачем он приносит дары? Он приносит не так просто. Это не выражение любви к идолу. Может быть, иногда, но большей частью они приносятся, перед тем, как выйти на войну, приносится дар идолу в надежде, что идол на войне поможет. Мы знаем, что для сыновей Израиля, так как требует книга Ваекра, жертвоприношения они не должны иметь никакой практической цели. Так же, как и строительство храма, оно не должно иметь никакой практической цели, кроме одной – приблизиться ко Всевышнему. Жертвоприношение, когда мы читаем с вами книгу Ваекра, мы видим, что определенные части животного приносятся на жертвенник, либо животное сжигается все целиком, это жертва улавсисожжения, либо определенные части животного приносятся на жертву, а там мясо часть дается кахенам, часть едят люди, это называется жертва шламим. В любом случае, если начать со шламим, то что приносится на жертвенника? На жертвенник приносится символы дурного начала. Жертва человека – это устраниться, сделать самому усилие, просить у Всевышнего помощи, чтобы устраниться от дурного начала, от всего дурного, что есть в жизни, и приблизиться ко Всевышнему. Это дар Всевышнего. И даром говорится, что, когда нох приносит жертвы, многочисленные жертвы, говорится, что и обонял Всевышний дух жертв. Жертва называется «рех нехо» – «приятный запах». Мы знаем, что жертвы, когда горят, запах не очень приятный. Запах горячего мяса, сжигаемого на гостре, он не очень приятный. И Тора никогда не говорит о том, что Всевышнему приятно что-то, что неприятно человеку. Так что же такое приятный запах? Все комментаторы говорят, что «рейах» – это нужно здесь понимать не как запах, а как дух. Дух человека, настроение человека. Вот что приятно Всевышнему. Настроение человека, который хочет приблизиться к нему, который хочет отдалиться от дурного начала – это то, что приятно то, что приятно Всевышнему. Смотрите, мы с вами возьмем строчки из Ишаяху, из 61-й главы. Как Ишаяху обращается к сыновьям Израиля. Он говорит так. «Небо», как бы от имени Всевышнего, если так можно сказать, пророк говорит, да, «небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Вы ли построите мне дом?» Что это такое? Ведь мы знаем, что есть заповедь построить храм. Она распространяется на все времена. Никто от нее никогда не отказывался. Мы видим, что пророки, которые говорили после Ишаяху, скажем, если взять пророков начала второго храма, значит, и Хискель, Хагай, Схарья, Хискель не совсем начал второго храма, но не будем давать подробности Хагай, Схарья, они, малахи, они все говорят о храме. Они все говорят о храме, о строительстве храма, призывают к строительству храма. Так как же Ишаяху говорит, вы ли построите мне дом мне? Дальше он продолжает и говорит, что все леса, они мои, и принесете ли вы мне животных, да если я проголодаюсь, я возьму всех животных, которые есть в лесах, вы ли разожгете для меня огонь на жертвеньке, все леса мои, и так далее. Что это такое? Это образный язык пророка, который упрекает сыновей Израиля, в том, что они перестали понимать, они перестали понимать значение храма. Эта проблема, она как бы идет и нарастает с определенного периода, может быть, она и всегда была в какой-то, в какой-то степени. Вот мы можем представить, что в имена царя Хискиягу есть эта проблема, да, и позже, дальше, да, вот во имена царя Ишайягу есть проблема отношения к храму пророка Иеремьягу, упрекается на ме Израиля, что они говорят и хали, и хали, а шем, что вот все время говорят храм, храм Бога, и надеются, что он защитит их, храм Бога защитит их, что покуда стоит храм Ярушила, и Ярушила им не падет, да, это неправильное отношение, это неправильное отношение, храм ни для чего, да, вот, и особенно, скажем, особенно человек не может представлять, как говорит пророк Ишайягу, что он строит дом для Бога, он не строит для Бога, человек, в этом доме Бог не поместится, он строит место, где будет проявляться божественное присутствие в надежде, что божественное присутствие распространится на всю землю Израиля, что божественное присутствие распространится и войдет в его же дом собственный, как говорит Елиль, если ты придешь ко мне, то я приду к тебе, как бы он говорит от имени Всевышнего, да, что тот, кто приходит в храм, то Всевышний приходит к нему, к нему в дом, То есть есть какие-то отношения со Всевышним, которые строятся по любви, из любви к нему строится дом. Если ты будешь возлагать надежду, что потому что ты сделал так-то и так-то и так-то, то поэтому для тебя будет защита, то все пропало дело. Это отношение к храму, отношение к тому же ковчегу Союза, который стоит в храме, близкое к тому, как относятся и до его поклонники. И вот мы видим здесь эту ошибку, есть, так можно сказать, очень тонкую ошибку. Почему мы потерпели поражение? Мы сейчас принесем ковчег Завета, и он спасет нас от рук врагов наших. В общем-то, очень тонкий, как бы, момент сознания, тонкости такого сознания, осознания, осмысления. Но, скажем, ошибка, она катастрофическая. Ошибка катастрофическая. Неужели принести ковчег Завета, это может решить проблему? Если бы принести ковчег Завета еще и молиться, и поститься, и раскаиваться, и искать проблемы, которые привели к поражению, да, и принести ковчег Завета, чтобы молиться, молиться, и чтобы святость вошла, святость вошла в лагерь Израиля. Это еще можно было бы понять как-то, да, но здесь, как бы, принести ковчег Завета, как панацея от всех бед, да, вот, ура, ковчег Завета, с нами мы победим. А что с нами? Всевышний всегда требует приближения к нему. Исправление тех недостатков нужно найти на недостатке, которые привели к поражению. Это не отсутствие ковчега в стане сыновей Израиля привело к поражению. Недостатки привели к поражению. Для того, чтобы укрепить дух, можно принести ковчег. Для того, чтобы, опять же, молиться, и молиться дошла, и молитва как бы дошла до Всевышнего, да, это можно сделать. Но просто принести в ковчег и решить так, и спасет нас из руки врагов наших. Тонкие нюансы переворачивают служение Всевышнему, уверенность во Всевышнем переворачивают в идолопоклонство. Я не говорю буквально про идолопоклонство, но сознание очень похожее на сознание идолопоклонников. «И послал народ в Шилу, и принесли оттуда ковчег Союза Бога, воинств, пребывающий на Кругим, и там два сына Ильи при ковчеге Союза Хофни и Пинхаса». Давайте мы сделаем так, я на секунду остановлюсь и спрошу, или все-таки давайте еще несколько предложений, потом мы обсудим с вами. «И послал народ в Шилу, и принесли оттуда ковчег Союза Бога, воинств, пребывающий на Кругим, и там два сына Ильи при ковчеге Союза Всесильного Хофни и Пинхаса». Может быть, это вопрос, который требует обсуждения, но, может быть, Хофни и Пинхас, они не должны были выходить на войну, но они выходят. Они берут ковчег Союза, они выходят, и мы понимаем, что они настоящие воины, потому что воин – это не только тот, кто идет с мечом, это тот, кто идет со знаменем, это тот, кто вдохновляет и поднимает, как бы, как мы образно, можно сказать, солдат в атаку, несмотря на то, что у него у самого нету оружия в руках, он поднимает словом, вдохновляет. Поэтому Хофни и Пинхас – они настоящие воины, которые пойдут впереди, и не нужно думать, что это как-то иначе. «И было, когда прибыл ковчег Союза Бога в лагерь, и сдали все сыновья Израиля, крикли Кабаня, великий и зашумела земля». Мы видим положительную сторону, восторг сыновей Израиля, уверенность во Всевышнем, но здесь, безусловно, Шмуэль, который пишет эти строки, «Он хочет подчеркнуть и отрицательную сторону. Ура, ковчег с нами! Это залог победы! А где мы сами? А где наша молитва? А где наше раскаяние?» Совершенно непонятно. И услышали к Плештим крик ликования, великие сказали, что это за крик ликования великий этот, и поняли в лагере Иврим. Здесь интересно, в скобках заметим, что Плештим, они пользуются, скажем, той же терминологией, которой пользуются египтяне, связь между ними очень плотная, да, Иврим. Египтяне называют, как мы помним, Иосефа называют Иври, да, вот, то есть сыновья Израиля, для них Иврим. Люди, пришедшие с другой стороны, так как Авраам, как мы помним, изначально пришел из Урказдим, пересек Прат, вот, пришедшие из-за реки. Это сыновья Израиля, чьи прародители пришли из-за реки, да, вот Плештим говорят, что это за ликование в лагере Иврим, и поняли, что ковчег Бога прибыл в лагерь. Здесь очень интересный момент, то, что Плештим, они сами, они сами не говорят ковчег Бога, это слова, это слова Шмуэля, он записывает, он описывает события, он хочет описать, что, что произошло, да, но Плештим, они не верят во Всевышнего, они не верят в ковчег Бога, да, Мы помним, что когда, что когда сделали золотого тельца, те люди, которые вышли из Египта, это и египтяне, которые, египтяне, которые пошли вместе с сыновьями Израиля, как называют Эрифраф, и это сыновья Израиля, которые далеко не оторвались от психологии египтян, Они говорят, элу, элогейха, Израэль, это твои боги, Израиль, да, золотой тельец, они сделали ца, это твои боги, Израиль, да, для них есть множественность, нету для них единства, да, и также ковчег Бога, это не... Ковчег Бога, это не их слова, не слова филистимлян, а слова Шмуэля, описывающего ситуацию. И у бояльцев Плести мы бы сказали, прибыл всесильный, прибыл всесильный в лагерь, да, здесь элуим, это уже можно представить как множественное число, боги, боги сыновей Израиля прибыли в лагерь, так можно тоже перевести. И сказали, горе нам, потому что не было такого ни вчера, ни третьего дня. Плести не помнят, что сыновья Израиля выносили ковчег в Союз. И, конечно, они не выходили на них войной, но Плести, по крайней мере, очень давно, и не выходили войной все вместе, и поэтому на памяти Плести нет такого, чтобы они приносили ковчег. Вот, что они говорят дальше? Горе нам, кто спасет нас от руки богов могучих этих, ибо боги, которые поразили Египет всяким поражением в пустыне. То есть, опять же, мы видим их связь с египтянами, мы видим, что египтяне помнят, они 500 лет не приходят в Израиль с войной больше, и они очень хорошо помнят, что произошло в Египте. И вот перестемляне, которые плотно как бы живут вместе с египтянами, плотно общаются с ними, они очень хорошо знают эту историю об исходе из Египта, о десяти наказаниях и о том, что Всевышний поразил Египет. И они ассоциируют Всевышнего с ковчегом, да. И надо сказать, что как бы древнее левопоконство, оно всегда как бы, оно не, как сказать, не концентрировалось на предмете. Не концентрировалось на предмете, всегда считалось, что предмет, он является какой-то несущей, притягивающей высшую силу. Вот ковчег притягивает ту высшую силу, по мнению филистимлян, которая в свое время разрушила Египет. Впоследствии и царь Давид смеется над таким представлением идолопоклонников, что предметы, деревяшки или животные, они могут быть носителем божественного духа. Царь Давид смеется над этим, и Ишаяу смеется, пророк Ишаяу смеется над этим. Он представляет, как мастера, они делают изображение, статую, укрепляют ее, но эта статуя упадет, если не укрепить ее. То есть он знает, что все эти мастера и идолопоклонники верят в то, что статую притягивает божественный дух. Но это ведь видно, что это не так. Она возьмет эту статую и упадет, и все, как бы, да, нет никакой разницы, верит она в том, что они поклоняются деревяшке, или они поклоняются какому-то духу, который якобы скрывается за этой деревяшкой. Все это одно и то же, потому что эта деревяшка, если ее не закрепить, она упадет, и они ничего не держат. Также и царь Давид говорит, что есть у них ноги, но они не ходят, есть у них руки, но они не могут ухватить ничего, есть у них горло, но они не говорят, смеются над идолопоклонниками именно над этим представлением, что какой-то предмет может притягивать божественный дух. Для нас, как мы представляем себе, это, скажем, да, представление, может быть, очень можно аккуратно сказать о ковчеге, оно, ну, давайте мы оставим это немножко, но потом тоже, как бы, как сыновья Израиля представляют ковчег и чем это отличается от этого поклонства, посмотрим дальше. Укрепитесь и будьте мужчинами, плештим, чтобы не служить вам евреям, как они служили вам, и будьте мужчинами, и сражайтесь. Мы видим, что сначала на плештим напал страх, а потом они этот страх преодолевают. То есть, что мы можем представить себе, да, что Всевышний помогает сыновьям Израиля чаще всего, и как мы это увидим в книге Шмуэля еще раз, тем, что страх охватывает врагов, они бежат, они слышат какие-то громы, молнии, там, что-то их пугает, или приближающиеся колесницы, они обращаются в бегство, страх наполняет их сердца, да. И здесь происходит то же самое. Сначала филистимляне пугаются, они готовы бежать, но потом они укрепляются. Это отражает состояние сыновей Израиля. Всевышний, в принципе, готов помочь сыновьям Израиля, да, и есть большая высота в том, что они, в конце концов, собрались, и они вышли против филистимлян, да, и они достойные помощи и поддержки, но есть проблемы, да, есть проблемы, которые не дают, как бы, вот божественному присутствию в этом плане проявиться, чтобы распугать и отпугнуть всех врагов. Это представление сыновей Израиля, это и идолупоклонство, которое живет их в среде, это представление идолупоклонников, которые проникли в головы, так же, как за 400 лет, за 210 лет пребывания в Египте, так и за 400 лет пребывания в земле Израиля бок о бок с идолупоклонниками, идолупоклонство проникло в головы, да, вот. И это не дает проявиться божественному присутствию, не дает сыновьям Израиля победить. И воевали плешки, мы терпели поражение Израиль, и убежали каждый в шатер свой, и было поражение великое очень, и пало из Израиля 30 тысяч пеших воинов. На этот раз сыновья Израиля не отступают в организованном порядке, они бегут, филистимляне преследуют их. Когда преследуют врага, в этот момент больше всего погибает воинов, поэтому 4 тысячи, которые погибли раньше, несопоставимо с 30 тысячами, которые погибли сейчас. И здесь мы видим, что все не так просто. Бывают злодейства, а бывают ошибки в праведности. Но ошибки в праведности – это тоже очень тяжелое дело, потому что, скажем, в отношении Торы говорится, что ошибки в изучении Торы, они приравниваются к намеренным ошибкам. Случайные ошибки приравниваются к намеренным ошибкам. Почему недоучил? Почему не понял? Почему не выработал верных представлений? Мой человек мог бы сказать, ну, как, ну, недоработал, извините. Всевышний говорит, в этом есть злой умысел. Не было достаточного желания, не было достаточной чистоты представления, чистоты сердца, чтобы ты пришел к верным представлениям о Торе. То же самое и здесь. Мы видим двух людей, преданных своему народу, преданных идее Всевышнего, готовых бороться, готовых осветить имя Всевышнего. И мы представляем, что они впереди, перед войском с ковчегом Всевышнего, воины обращаются в бегство, а они не бегут. Ни ковчег не бросают, ни вместе с ковчегом не бегут, потому что это будет оскворнение имени Всевышнего, бежать куда-то. Они остаются, они стоят, плещим в первую очередь расправляются с ними, захватывают ковчег. И мы, опять же, можем сложить перед собой образ неоднозначный, не черно-белый и уж тем более не черный Хофни и Пинхаса, представить себе двух великих людей, двух воинов духа, которые совершили ошибку, которые хотели заставить сыновей Израиля трепетать перед ковенами, перед мешканом, вести такой военный порядок в мешкане. Это их ошибка, но у них есть и высота определенная. И прибежал человек из Бениамина с поля боя и пришел в Шилов в тот день, и одежды его военные разорваны, и землей посыпана голова его. Этот человек никто иной, как Шауль, который в будущем станет царем Израиля, когда говорит о том, что он пытался отбить, пытался отбить ковчег у плещим, пытался отбить у гольята, не побоялся бороться с гольятом, но у него не получилось. И то, что он сделал, он смог схватить, скрижали заветы, которые были в ковчеге, и с ними скрыться. Дальше он проделал около, наверное, где-то 60 километров, и добежал до Шилов, и пришел, и вот Ильи сидит в кресле у дороги в ожидании. Ильи проводил войско в сражении, и сидит, и ждет, с этим войском вышли его сыновья, ибо сердце его трепетало, волнуясь за ковчег всесильного. Ильи больше волнуется за ковчег всесильного, чем за своих сыновей. И это как-то можно понять, не то, что это небочеловечески, но есть это первосвящение, который говорит со Всевышним, у него пророческий дар, и он знает и силу ковчега, и его значения, и он представляет, мы понимаем, что он представляет себе проблему, потому что ему пророчество было, что у сыновей Израиля есть проблема, и эта проблема связана и с Хофней и Пинхасом, которые не сумели вернуть их, пробудив их сердца с любовью ко Всевышнему, он все это знает, волнуется прежде всего за ковчег всесильного. И человек вошел, чтобы поведать городу, и закричал весь город, и услышал Ильи громкие крики, и сказал, что это за шум толпы, и человек поспешил, и пришел, и поведал Ильи. Если бы мы с вами посетили Шило, может быть, кто-то был на раскопке Шило, то мы бы с вами просто могли представить себе картину, как Шауль бежит, подходит к городу, как город встречает его, и только потом он подходит к Ильи. Сейчас я попытаюсь поднять одну из картинок, посмотрим, это мешкан Шило, мы можем просто с вами вспомнить. Я думаю, что мы не один раз уже представляли себе мешкан Шило, который сложен из камня, а через каменные стерны перекинуты полги, которые были в пустыне. Вот по этой картинке мы можем представить себе обстановку Шило людей, посещающих мешкан, приносящих жертвы. Можем представить себе, что вот как к такому человеку подходит Каген, и он вилкой вытаскивает кусок мяса, который ему заблагорассуется, его скотла. Нет, потому что ему не хватает мяса для того, чтобы показать свою власть и заставить человека трепетать перед мешканом, они чувствуют себя здесь как дома. Вот все это мы можем с вами представить, но нам на самом деле нужно нечто другое. Это Шило, немножко Шило сегодня, как оно выглядит. Вот на самом деле этот снимок сделан какое-то время назад. Сейчас сделаны очень красивые разработки, панорамы, фильм панорамный сделан. Но это немножко украло ощущение того древнего Шило, которое возникало, когда ты приходил на это место, и здесь не было ничего, никаких современных построек, никаких фильмов. Думаю, что в этом было большое все-таки преимущество. Сейчас, секунду, мы сделаем чуть покрупнее. И здесь есть тропинка, которая, если представить немножко, она поднимается несколько снизу на холм Шило. Это дорога, по которой бежит Шауль, когда он входит в город. Здесь где-то в начале этой тропинки четко вырисовываются ворота, остатки ворот. И вот он входит через ворота в город, бежит, поднимается, или где-то сидит около Мишкана. Мишкан находится вот здесь, да, то есть он сначала должен пробежать через весь город. И вот он входит в ворота, и город видит его в разорванных одеждах и с посыпанной землей головою. И город шумит. Город шумит. И Ильи, который сидит где-то здесь, он слышит этот шум. Он плохо видит, но он по шуму уже понимает все, что произошло. И вот мы можем представить всю эту трагичность, всю эту трагичность ситуации. Так, это то, что мы с вами видели. Окей. Да, вот. А теперь, если мы вернемся к тексту. Если мы вернемся с вами к тексту. И услышал Ильи громкие крики и сказал, что это за шум толпы. И человек поспешил и пришел и поведал Ильи. А Ильи было 98 лет, и остановились глаза его, и не мог он видеть. Но он уже все прекрасно понимает, что произошло. И сказал этот человек, Ильи, я тот, кто пришел с поля боя. Здесь использовано слово анохи. И оно как раз нам дает намек на то, что рассказывает нам Агада, Медраж. То, что Шауль взял скрижали, что он смог спасти скрижали, смог привезти их в шилох. Потому что мы помним, что со слова анохи начинаются скрижали. И здесь надо было бы сказать они, как бы, а я, как бы. А он говорит анохи, намек на то, что он принес скрижали. Пришел с поля боя, и я убежал с поля боя сегодня. Убежал он, не убежал, а он убежал, чтобы принести скрижали. Скоро спасли скрижали. И сказал Ильи, как было дело, сын мой. И отвечал вестник, и сказал, бежал Израиль перед Приштим, и так же поражение великое было в народе. И два твоих сына умерли, Хофни и Пенхас, и Ковчег Всесильного захвачен. И было, когда он упомянул Ковчег Всесильного, и упал Ильи с кресла на значок около ворот, и проломил затылок его. Мы еще раз представляем, что для Ильи Ковчег важнее. А он судил Израиль 40 лет. И дальше рассказывается, что жена Пенхаса родила в этот день сына, и назвала его Ихавод, то есть нету славы, ушла слава Израиля. Ихавод назвали мальчика. Покинула славу Израиля, и ушла она с захватом Ковчега Всесильного, и со смертью свекры ее и мужа ее. И сказала, покинула славу Израиля, ибо захвачен Ковчег Всесильного. Мы с вами остановимся. И, пожалуйста, если есть вопросы, мы можем обсудить четвертую главу. Пожалуйста. Розеев, а Шмоэль сам? Он тут летописец, а он не участник непосредственно? Он не выходит, как мы можем представить себе. Он, скажем, леви. Он может быть, он леви, он свободен. Он должен продолжать служение в мешкане. Если не требуется его специально, скажем, да, если человек может помочь, если его присутствие в войске принципиально, то будь он леви или коген, царь может его призвать. В данном случае, по всей видимости, Шмоэль остается в мешкане. Он бы, конечно, вышел с войском, если бы он мог помочь. Но он как пророк, он понимает ситуацию и, ну, можно сказать, пользуется своим положением как леви, то остается в мешкане и не принимает участия в сражении, которое он знает, что оно закончится поражением. Закончится поражением, потому что сыновья Израиля не понимают проблем духовных, по крайней мере, в достаточной степени. Это то, что можно сказать. Есть что-то еще, что хочется спросить? Можно сказать вопрос, что приход сыновей или вместе с мешканом он воодушевил всех евреев. Я думаю, что это был правильный ход, потому что мы не знаем сегодня параметров этого боя. Если бы они... Потому что до этого они просто отступили и как бы уже чувствовали, что они уже не хватает сил. Это было как бы дополнительное силу. И они пошли вперед. Они могли и выиграть этот бой. И тогда бы мы говорили, что мешкан... Они бы сказали, что мешкан им помог. Но тут как бы то, что мы имеем, так сказать, на этот вопрос. Поэтому тут как бы решение было правильное, но в бою всегда бывает. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. И что можно сказать на это? На то у нас и есть пророческие книги. То есть если мы с вами читаем какие-то исторические очерки, то мы, конечно, можем посмотреть на вещи так или иначе, представить себе, что могли бы победить. И вот только случайность там, скажем, или какой-то недочет, непродуманность в сражении, она привела к поражению. Это мы все можем сделать, если мы читаем исторические пророческие книги, даны нам для того, чтобы мы представили себе... Для того, чтобы мы представили себе проблемы и чтобы мы выучили что-то из этого. Эту книгу писал пророк, и у него есть определенный взгляд, пророческий взгляд на проблему. И пророческий взгляд на проблему такой, что недостаточно вынести ковчег, недостаточно вынести ковчег в сражение, необходима предварительная духовная работа и необходимо раскаяния, необходимо отказаться от идового поклонства. На протяжении многих лет, пока Ильи был судьей, эта работа должна была быть сделана, она не была проделана. Хофни, Пенхас и также Ильи сосредоточились на мешкане, они не на служение в мешкане, они не посылали учителей, они не учили народ, и проблема идового поклонства, она привела к поражению. Проблема идового поклонства, она привела и к отношению к ковчегу в каком-то смысле, в значительной степени, как к предмету идового поклонства. То есть для Всевышнего не было разницы, вынесли они ковчег, или они бы пошли просто подняли знамя. И это то, что нужно выучить. Если мы скажем, что они могли бы победить, это так, вот здесь все случайно, была возможна победа, то победы, но они как-то не поступили правильно, но вот все-таки проиграли, не будем учитывать духовную сторону, то мы ничего не выучили. Если вы представляете себе то, что мы учим из этих строк, это важно для нас сегодня. Это важно для нас сегодня. Почему важно сегодня? Потому что сегодня наше отношение к святости, к Торе и к молитве, оно может быть похожим на отношение сыновей Израиля к ковчегу, может быть и привести к отрицательным последствиям. Если мы считаем, что наше соблюдение заповедей само по себе нас защищает, как считают некоторые люди, что наша молитва сама по себе помогает, и поэтому не нужно служить в армии, мы понимаем, что эти представления пагубные, они пагубно влияют на общество, пагубно влияют на людей, у которых есть такие представления. И поэтому то, что мы с вами как бы должны были понять отсюда, что служение Всевышнему, оно не предполагает, что ты сделаешь так-то и так-то, что ты принесешь жертвы, или что ты возьмешь ковчег, и ты уже будешь защищен. То, что защищает человека, может быть, то, что его может защитить, это высокая духовность, это связь со Всевышним, и прежде всего, правильные представления, правильные представления о Всевышнем, и о служении Всевышнему. А не то, что, скажем, взял Тору, завернулся в Толит, одел пфелин, и уже никакое вражеское войско, и даже заболевание корона тебя не тронет. Нет, совсем не так. Любая проблема требует изучения своего внутреннего мира с тем, чтобы что-то исправить себе, и что-то приблизиться ко Всевышнему, и тогда это обязательно найдет отклик Всевышнего, и твоя внутренняя работа не останется без результата. Это то, что нам следовало бы выучить. А если мы, конечно, нужно рассмотреть и карту, и посмотреть, может, очень хорошо было бы посмотреть подробно, где Афик, где встретились, почему в Афике именно. Вот. Это безусловно. Но ни в коем случае нельзя упустить духовные проблемы, которые есть в этом тексте. То, что необходимо добавить, скажем, что Плештин в этот же день, они в этот же день, или на следующий день, они ворвались в шило, сожгли шило, и шило с этого момента перестало существовать. существовать. Скажем, в раскопках найдены следы этого пожарища, и Раши, скажем, здесь в этом тексте отмечает, что шило было сожжено, хотя напрямую в тексте об этом не сказано. Равзеев, позвольте, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот мы изучали в этот шаббат главу Шмени, где была ситуация вместе с сыновьями Ахарона. Как-то вот напоминает мне, отредактируйте, пожалуйста, мое понимание, то, что они сделали, то есть они внесли чуждый огонь свое понимание служения, да? И вот это то, что с самой высокой целью, но это то, что заставило как бы их покинуть этот мир вот в таком вот виде. То, что произошло потом с сыновьями Ильи, можно как-то соотнести или нет с этим? Очень хорошо, что вы об этом упомянули. Никакое ваше понимание я редактировать не собираюсь и даже не хочу, я могу с вами вместе обсудить. Вот, а что значит редактировать ваше понимание, вы знаете? Поправьте меня, если я невежественную... Нет, 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 нет. Нет, Наталья, давайте так. И поправлять я вас не хочу, и говорить, что вы невежественны, не дай Бог, и не хочу. Давайте просто обсудим. Есть, и это вы очень хорошо, что вы упомянули, это в служении Всевышнему есть множество ошибок, есть множество ошибок, которые нужно было бы принимать во внимание. Мне кажется, что изучение пророков, размышления над тем морально-нравственным пластом и над теми отношениями, которые у людей складываются со Всевышним, оно гораздо важнее, в миллион раз важнее, чем изучение книг, которые называются муссар, которые говорят о том, что человек должен работать со своими качествами души и так далее. И, на мой взгляд, скажем, это разговоры без конкретных примеров, они мало что дают. Это как бы введение. Значит, Хофни и Пинхас допустили одну ошибку. В чем-то она похожа на ошибку Надава и Авигу. Я напомню, что Надава и Авигу в главе Шмени, которую мы читали на этой неделе в день освящения Мишкана, огонь сходит с небес на внешний жертвенник Мишкана, они берут этот огонь и устремляются в сам Мишкан для того, чтобы принести воскурение на внутреннем жертвеннике. Здесь можно говорить много о конкретной ошибке, которую они допустили там с точки зрения Галахи, или, может быть, они не допустили конкретные ошибки с точки зрения Галахи. Дело не в этом. Дело в том, что, скажем, эта ошибка похожая, как вы правильно сказали, но все-таки несколько, немного другого плана. На Нафа и Авигу их ошибка в том, что у них все горит, стремление ко Всевышнему у них горит, и они забывают о том, что кроме них есть весь народ Израиля, что они выбраны, избраны для того, чтобы служить народу Израиля, а не для того, чтобы как бы как две птицы куда-то взлететь, устремиться и оставить всех. И силы-то им даны, и пророческие силы, и силы благословения Кагенов им даны за счет всего народа Израиля. Они об этом забывают. Их тянет только, их тянет только божественное присутствие. И они забывают обо всем народе и хотят приблизиться ко Всевышнему, хотят ощутить божественное присутствие, хотят, чтобы огонь сошел не только на внешний жертвенник, но и на внутренний жертвенник. И они как бы, ну, как бы сказать образно, улетают. Улетают, их несет, они идут, делают. Их не остановить уже, им не важны, не важны, скажем, детали служения. Они им, главное сейчас, для них все, душа загорелась, она горит. Это не путь. Да, это не путь. Вот как мы знаем, да, что человек высокодуховный, он не должен, он не должен отрываться от народа, он не должен сам приближаться, не должен сам приближаться ко Всевышнему. Вот и оставляя всех где-то позади, бросая, опять же, да, мы видим, что пророки, которые у нас были, были всеобразно, можно сказать, что это слуги народа. И пророчества они получали для народа. Для других пророчеств не было. Может быть, что-то для себя как-то приближаться ко Всевышнему, возблиться духовно, но это только иногда. Все остальные пророчества, большинство, подавляющее большинство пророчеств, это для народа, чтобы пойти, сказать людям, возвысить их, исправить их недостатки. Пророки шли, пророки шли в Северное Царство, жертвовали своей жизнью, их там хмотали, казнили, они все равно шли к людям. И духовность дается человеку, так же, как и пророчество. Также, если кто-то удостаивается знаний Торы, он не удостаивается этого для себя, он не может это видеть таким образом, что ему дано, или он не может забыть обо всем и просто устремиться, просто устремиться ко Всевышнему, забывая обо всем. Это ошибка, это ошибка на дабре и амилу. Поэтому их обвиняют буквально и не буквально, тоже как бы надо поделить там, скажем, на 16 или на какое-то еще число уменьшим, там, скажем, как говорится в том же Птаркате Шаван, что нужно, скажем, грехи великих людей видеть в пропорции. Вот можно сказать, их обвиняют в гордыне, их обвиняют в том, что они пьяными вошли в, выпив, вошли в мешка, да, это можно понимать не буквально, да, скажем, что значит пьяными, просто, что они пошли и выпили вино. Нет, им не нужно было никакое вино, они просто опьянели, вели себя как пьяные, потому что их вот несло к этой духовности, да, и мы видим, что проблема, как говорят, она начинается, она начинается, на Давы и Абиху, она начинается до этого, что когда сыновья израиля стоят у горы Синай, Маше, Арон поднимаются как бы предварительно на гору Синай или до какого-то уровня горы Синай, с ними поднимаются старейшины и с ними поднимаются сыновья Аарона и на Давы и Абиху, да, и про них говорится, что они пили и ели, да, и созерцали Всевышнего, да, вот, и на отцелей Исраэль и на тех, на людей великих возвышенных сыновей Израиля Всевышний не простер руку, не захотел их наказать. Что значит созерцали Всевышнего, пили и ели, да, вот, скажем, опять же, если не вдаваться в подробности, то по-простому, да, они поднялись на гору Синай, они вошли в пророческое состояние, да, так же, как и Маше, и Арон и другие старейшины, но именно они, они восприняли это для себя, как пища, которая для них, да, это уже была ошибка, это была предварительная ошибка, да, то есть великий человек, одаренный таким даром, возвышающийся, настолько он не может, он не может забывать о других, он не может думать, а что будет с другими, не может думать, как божественное присутствие распространить на других, не только самому рвануться и приблизиться ко Всевышнему, как оно должно распространиться на других, не может об этом не думать, и как бы у нас Тора, она полна такими примерами, когда возвышенные люди, они не умеют, не умеют распространить свою духовность на других, вот, это ошибка, надав и обиду, видим, что Хофни и Пинхас в чем-то похожи на них, но, скажем, несколько по-другому, говорили о том, что они, да, соотносятся с народом, но что они хотят заставить народ торпетать перед мешканом, да, и это, это не совсем тот путь, тот путь, это приближать людей ко Всевышнему по любви, а для этого, прежде всего, надо было распространять знания Торы, разговаривать с людьми, да, а не ходить с вилкой и втыкать им в котел эту вилку, чтобы они просто трепетали и чувствовали страх перед ковеном, да, он это примерно... Вопрос можно? Да, пожалуйста. Шмуэль, опять-таки, он встретился с Шмуэль снова во времена Давида, которого он помазал, и возвращения Давида моего этого мешкана, он встретился с ним, в Шмуэле, это ему уже, в его эпоху это было или нет? Немножко не понял, конечно, Шмуэль встречается с Давидом, мы дойдем до этого? Нет, Давид вернул мешкан, так сказать, от палестинцев. И Давид, Шауль, мы говорили о Шауле, мы говорили не о Давиде, а о Шауле. Шауль вернулся. смелым воином, о нем говорится, что он на голову был выше остальных других, всех остальных, он не побоялся вступить в схватку с Гольятом, это то, что мы можем представить себе о Шауле. У Шауле, но не о Давиде, Давид в этот момент совсем маленький, маленький мальчик. И Шауэль при нем был, да, уже при возвращенном. Не совсем помню, Шауэль был при возвращенном ковчеге. Это вы хотите сказать? Да, да, да. Конечно, когда ковчег вернулся, Шауэль был, тогда, может быть, начинается по-настоящему его деятельность, тогда его признают как бы правильность его пути, признают его как пророка, который может вдохнуть в дух, в народ. Это, да. Вот. Так что, как бы, с возвращением ковчега происходит вот такое настоящее становление Шмуэля, как пророка. Равзаев. Да. Прошу прощения. Мне кажется, вы оговорились, когда сказали, что Шауэль был смелый воин. Это действительно так. И что именно он сражался с Гольятом, а не Давидом. Это правильно все, что вы говорите правильно. Но Давид сражался с Гольятом позже. Шауль по Медрашу, он столкнулся с Гольятом, когда он хотел отбить Ковчег Союза. Гольят захватил Ковчег Союза. По крайней мере, так говорят Медраши. Может быть, это не обязательно понимать так буквально, а может быть и да. Просто нет, ничего не противоречит. Есть такая картина, есть богатырь. Понятно, понятно. То есть я не страшался, но не победил, скажем так. Да, да. Смог отбить скрижали и убежал. Да, спасибо большое. Убежал, потому что... Что-то еще есть? Можно еще вопрос? Да, пожалуйста, да. Добрый вечер. Вы акцентируете на том, что на вопросе не было поклонство УКВ, но ведь там было очень много других пороков, в частности, коррупция, вообще громаднейшая, разврат и так далее, особенно то, что те вещи, которые делали синая Ильи. И более того, или я об этом знал. Надо быть, как его было пророком. Он это не то, что даже предвидел, он это прекрасно знал. И как бы все эти... То, что произошло, произошло. Это было предрешено. Я имею в виду захватка всех. Как вы к этому относитесь? Правильно, что я сделал? Не видно. Ну, конечно, Хофни и Бенхас это проблема, да. Но как мы с вами, как мы с вами говорили, что если идти за традицией пророков, которая нашла свое отражение в Медрашим и в Аганде, то их проблема не в том, что они отбирали кусок мяса, и не в том, что, как говорится, от них, что они ложились с женщинами, которые приходили. Это как бы образное описание, которое дает Шмуэль, если так можно сказать, сгучая краски. Их проблема в том, что они хотели навести на сыновей Израиля такой страх перед Мешканом, перед Кагенами, вот, чтобы Каген или как судья был во главе народа и был страх перед Мешканом и перед Кагенами, которые служат в Мешкане. Это их проблема. Это их проблема. Вот. Скажем, какие еще были проблемы в народе? Возможно, что были самые разные проблемы, но, скажем, по крайней мере, корень всех проблем, как он видится, это идол поклонства. Ишмуэль подчеркивает в дальнейшем, в точнейшем это идол поклонства, неграмотность людей, и непонимание их торы, отношение ко Всевышнему и идол поклонства. Это та проблема, которую он подчеркивает и которую он стремится решить. Так что, скажем, злодейство Хоффни и Пинкаса, оно весьма и весьма относительно, понимаете, вот, и, как мы с вами говорили, они совершают ошибку. Это не злодейство, это не грабеж из-за куска мяса, не отбирания куска мяса, это не разврат замужными женщинами, которые приходят принести жертвы мешкан. Это ошибка. И как нужно себя представить, что невозможно изучать пророков в отрыве от Гемары и в отрыве от Медрашин. И иногда какие-то грехи, они усугубляются. И мы приводили с вами пример, усугубляются, чтобы подчеркнуть проблематичность, чтобы человек увидел проблему, огромную проблему. И подумал, поискал Багадот и Медрашин, в чем эта проблема. Мы видели с вами такой пример, в Торе есть несколько таких примеров. Мы можем с вами представить, что и пошел Рувен и лег с наложницей отца, как говорится про Рувен. И тут же дальше говорится 12 сыновей у Якова. Если бы Рувен действительно лег с наложницей отца, как скажем, говорится, то Яков вычеркнул его из списка сыновей. Значит, он не лег с ней, а он что-то сделал, что Тора возводит ему в большую провинность и говорит о том, что он лег. На самом деле он не лег. Знаем по Медрашу, что Рувен был против того, что Яков после смерти Леи перенес свой шатер к Зилпе, которая была до этого, можно сказать, была служанкой Рахель. Он увидел в этом оскорблении своей матери. Он пошел и лег перед шатером, образно говоря, можно сказать, поставил раскладушку, лег перед шатером к Зилпе, для того, чтобы сказать отцу, что он оскорблен тем, что после смерти матери он перенес свой шатер к Зилпе, а не к Билге. И А Тора говорит о нем, что он как будто пошел и лег с наложницей отца. Это обычный прием Торы, когда она усугубляет какие-то моменты, представляет их не так, как они на самом деле были, и тут же дает намек. Вот Рувен пошел и лег с наложницей отца, двенадцать сыновей у Якова. И сама как бы для того, кто умеет читать, она говорит, подумай, здесь что-то произошло, и нужно представить правильно, что на самом деле произошло. То же самое с Хопни и Пинхасом, как мы с вами говорили, что Шаббат, в трактате Шаббат говорится, что тот-то говорит, что Хопни и Пинхас согрешили, он ошибается. Конечно, они согрешили, но не надо говорить, как бы, грубо говоря, с бухты-барахты, что они согрешили. Надо подумать, в чем, что произошло. Видим образ правильных людей, сильных, мужественных, которые совершают ошибку, исходят из неверных представлений. Отец не может с ними справиться, сначала не хочет, потом не может справиться с ними. И это та ситуация, которая складывается. Поэтому говорить о коррупции, о выбирании кусков мяса, как о грехе, или о том, что они там ложились с женами, я думаю, что это совсем неправильно. Дело не в куске мяса, и дело не в женах, а дело в подходе, в пренебрежении, к людям, стремление навести на них страх и трепет. Вместо того, чтобы учить, вместо того, чтобы после такой тяжелой эпохи судей, в конце эпохи судей, взяться за голову и начать учить. Исправление ситуации происходит как раз, когда Шмуэль начинает обходить все города, не только он, но и ученики его, и начинают учить сыновей Израиля, призывая их к раскаянию, прежде всего, к удалению этого поклонства, и доубоклонства, опять же, неверные представления о Боге, это неверные представления о жизни, это неверные представления о человеке, они не дают возможности подняться, исправить ситуацию. Поэтому, прежде всего, изучение Торы, отрыв от и доубоклонства. окей, хорошо. Можно еще вопрос, вам кажется, что нечто похожее произошло и впоследствии династии Хашманеев, очень много общего. Похоже, что-то произошло в династии Хашманеев, может быть, опять же, да, конечно, конечно, что-то похожее, но там, скажем, опять же, проблема, мне кажется, там другая ситуация похожая, результат похожий, но ситуация другая. Хашманаи, они прониклись чужой культурой, то есть, как, опять же, грубо говоря, против чего боролись, здесь ни за что, против чего боролись, на то и напоролись. Они боролись с эллинизмом, в результате того, что они сблизились с Эдукеями и Фананка и Энгадой, они сблизились с эллинизмом, его дети уже были носителями эллинизма, и дальше династия Хашманаев и потомки их, они вели как правители, себя вели как носители эллинизма, они боролись друг с другом, они устроили межусобные войны, они убивали друг друга, то есть, дух, дух правителей, настоящих правителей Израиля, который был у Матитьяву, и у Иуда был, и у того же и у Ханана, пока он не свернул с дороги, он пропал, исчез, и, скажем, и это и стремление к власти добиться любым путем, неважно там почему, но власть должна быть моей, это и стремление к богатству, и к роскоши, и к жизни того, чего не было у Хашманаев. Изначально была приверженность в истории, желание служить Всевышнему, тот же и Ханан, пока он не сошел с дороги, он устраивал пиры для своих генералов, для своих воинов, он приносил зелень, траву, петрушку какую-нибудь, и говорил, что все остальные средства пойдут на храм, на восстановление храма, на служение в храме. Это был дух Хашманаев, я уж не говорю про их самоотверженную борьбу, из-за их самопожертвования на поле боя. Но их дух был, это настоящие правители Израиля, подобные царю Давида. Как только цедукеи, культура иллинизма проникла в семью Хашманаев, тут же все упало, тут же все превратилось в таких чужих правителей, совершенно нееврейского типа. И, скажем, мы знаем еще один с вами такой, знаем еще один такой пример, скажем, кроме Хашманаев, можно привести пример тоже. Опять же, Ховни, Пинхас, это одно, Хашманаев, это другое. У нас, скажем, в нашей истории, в книге царств можем представить себе, что царь Омри женит своего сына Ахава на Изевель, на дочери цедонского царя. Все царство переворачивается в совершенно нееврейский дух управителей и извращение суда, я уже не говорю о поклонстве, преследовании пророков, из-за того, что правитель, жена правителя, она из чужого народа, носитель чужой культуры. Потом Йошафат, царь Южного царства, он берет жены для своего сына Йорама, дочь Ахава, Аталью. И в Южном царстве происходит то же самое. жестокость и долопоклонство, которые распространяются через Аталью. Так что здесь, скажем, я бы сказал немножко другое. Хофни и Пинхас, они сохраняют приверженность Всевышнему, они люди самоотверженные, они совершают ошибку, которую Всевышний говорит им, что непростительная ошибка, потому что вы такие большие, потому что у вас был шанс объединить весь народ на основе духовности, вы могли это сделать, поэтому ваша ошибка не врастительная. Это то, что говорит Всевышний Хофни и Пинхасу, то, что он говорит Ильи. С хасмонаями немножко по-другому. Хасмонайдейцы совершили очень серьезную ошибку против Савы, несмотря на то, что они были мудрецами. Правильно, правильно. Они захватывают власть, то, что запрещено, они не должны остановить государяне. Это написал, это написал Рамбан. Это заявление весьма проблематичное. А что им было делать, скажите мне? А как они должны были не захватывать власть? Другой вопрос. Так все, исходя из реалий, никакого преступления они не совершили в том, что они взяли власть. Власть, понимаете, Рамбан пишет, что нужно было передать власть потомку Давида. Так не делается. Это невозможно сделать. Найти какого-то мальчика из потомка Давида, посадить его на трон. Здравствуй, вот ты будешь у нас царем. Это практически невозможно сделать. Понимаете, это они боролись, они сражались. Не то, что это им принадлежит, а ситуация, она всегда такая, что тот, кто борется, тот, кто сражается, тот, кто жертвует своей жизнью, тот, кто может объединить народ, он не может взять другого человека и посадить вместо себя на престол. Поэтому вины в их в этом никакой. Никакой. Совершенно никакой вины. Вина и в другом. И совершенно отличная от Хофни и Пинхаса, они пошли за чужой культурой. Они позволили чужой культуре проникнуть в среду. Хофни и Пинхас привержены Всевышнему. У них все горит. Они готовы идти с этим, с Ковчегом Завета в бой. Они просто совершают ошибку, которую Всевышний считает для них необрастительной. Ошибку. Они не умеют объединить народ и возвысить его духовно. Это их ошибка. Ошибка Хошманаев в том, что они сами становятся гойскими правителями. Понимаете? Утрачивают дух. Это их ошибка. Есть вопрос слегка. Можно вопрос по основной теме? Да, слегка? Ради Бога. В Фейсбуке Роман Шауль Дака. Роман Шауль спрашивает, скажите, пожалуйста, Рабзеф, в этот период был и фото Рим и Тумим, если да, мог им пользоваться или. Думаю, что или имеется ввиду, но беседа. Это замечательный вопрос. Мы немножко его затронули. Мы видим, что все зависит от психологии людей. Это только кажется, что все вот так вот раз-два, как в шахматах. Так нам надо выходить на войну. Мы сейчас спросим пророка или мы спросим Урим и Тумим. Нужно было бы спросить пророка, нужно было бы обратиться к Урим и Тумим, но мы видим, что старейшины это не сделали. Они по-своему увидели проблему, решили вдохновить сыновей Израиля и привезти ковчег завета, решили, что это будет, как в старое доброе время, как в времена Игошуа, что они принесут ковчег завета и враг побежит. Решение было принято старейшиной без совета с пророком, с Шмуэлем, без совета с Урим и Тумим. К Урим и Тумим можно было обратиться и нужно было обратиться. И нужно было обратиться. Не обратились. К Урим и Тумим работал, действовал, или обращался к Урим и Тумим. Можно, если мы помним из истории с Ханой, сейчас мне хочется возвращаться ко всему, можно сказать, что не всегда удачно, это не важно. У Ильи был достаточный пророческий дар для того, чтобы обратиться к Урим и Тумим и нужно было к нему обратиться. Это не было сделано в силу непонимания того, что Ковчег Завета не решит все проблемы. Казалось, что взять Ковчег Завета это совершенно очевидный ответ. Здесь нечего спрашивать ни пророка, ни Урима Тумима. Обратиться можно было. Окей. Я надеюсь, что человек Роман Шауль услышал это в Фейсбуке, а если нет, он может посмотреть записи. Окей. Хорошо, ладно. Мы на этом заканчиваем? Да, я, честно говоря, подустал. Очень, очень рад, очень-очень рад, что есть вопросы, но я вам скажу, что с вами не просто. Розеев, большое вам спасибо. Спасибо вам, держитесь, держитесь. Хорошо. Ну и вы тоже не пропадайте. Мы не прославляемся, да. Ни в коем случае. Хорошо. Ладно, всем хорошего настроения, здоровья, самое главное. Вот, надеюсь, встретимся в еще более хорошее время. Окей, всем счастливо, до свидания. те, кто участвует в уроках по ивриту, сегодня еще, то есть, сегодня вообще такой маратон называется, марафон. У меня это пятая лекция, просто, то есть, вообще я переполню. Но, тем не менее, сегодня в 20.30 будет еще урок по ивриту. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok